Добрый день, коллеги! Сегодня на площадке Рец.Югра мы будем говорить о работе югорских парламентариев в Государственной Думе. У нас в гостях Павел Николаевич Завальный, депутат Государственной Думы, представитель комитета по энергетике. Павел Николаевич, здравствуйте! Давайте, собственно, начнем с непосредственно вашей работы. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит работа югорских парламентариев в Государственной Думе? Если можно, некие итоги 2018 года, что удалось, какие-то законопроекты продвинуть, которые в том числе для Югры очень были важны? Основная задача, конечно, парламентария всех уровней, муниципального, регионального, федерального, это представлять интересы людей в том уровне законодательной власти, в котором он избран. Поэтому это основная задача. Как любая задача, она развивается на подзадачи. Задача номер один – это работа с федеральным законодательством, участие в принятии законодательных актов, законов. В течение года их рассматриваются в стенах, в частности, дома около 2000. И надо понимать, что каждый закон федеральный, а не законы рамочные, есть законы прямого действия, нормы действуют напрямую, транслируются до всех уровней законодательства. Есть комбинированные разного рода варианты. Любой закон – это решение какой-то проблемы. И задача, чтобы те законы, которые принимаются, они решали проблему, но при этом были гармонизированы с целым законодательством, то есть не создавали новых проблем. Плохо, когда мы, принимая законы, решаем одну проблему и строим другие проблемы. Сейчас так бывает, поэтому, кроме работы с участием в принятии закона, а закона, как правило, вносится в законодательные инициативы, есть и депутаты, еще на Совет Федерации, и субъекты Федерации, и правительство, администрация президента – все имеют право в законодательные инициативы. Закон, в зависимости от того, совместного ведения или нет, субъекты Федерации идет в рассылку, либо в недельный срок, либо в месячную рассылку, потом рассматривается, назначается профильный комитет по рассмотрению, закон рассматривается, там первое чтение, концептуально рассматривается, второе чтение поправляется уже в рамках тех замечаний по праву, которые поступили в рамках второго чтения, и потом уже третье чтение по мотивам. И после принятия третье чтение уже Совет Федерации, потом в окружении президентом и так далее. Поэтому этот процесс непрерывный, и мы этим постоянно занимаемся. Вторая задача, которую решает депутат всех уровней и федеральный уровень, это мониторинг действующего законодательства, понимая, что все законы, которые работают, либо они интересуются в актуальности, либо работают немножко не так, либо не способствуют развитию, а сдерживают развитие страны или каких-то общественно-политических отношений, социальных отношений, социальных вопросов решения. Значит, мониторинг действующего законодательства. Вот для этого нужны поездки в регион, встречи с избирателями. Вот я сейчас только провел встречу с депутатами муниципального образования города Сокомансийск. Я обязательно в течение года встречаюсь хотя бы один раз в год с депутатами муниципальных образований, с руководителем администрации муниципальных образований. Почему? Чтобы получить обратную связь, как работают законы федерально, регионально, муниципально, имея в виду, что можно в процентах ошибаться, там 8% больше, меньше всех вопросов в жизни каждого человека, ожидания нашей страны, решается на муниципальном уровне. Я всегда говорил и говорю, что наша задача всех властей всех уровней будет исполниться, когда власть федеральная, региональная, способствовать муниципальной власти достижении целей, которые они без собой ставят, улучшение качества жизни, улучшение проблем людей, потому что это власть шаговой доступности. Это власть, которая ближе всего к народу, людям, которая наиболее полно имеет понимание, что нужно, как нужно, в чем нуждаются люди, проживающие как в муниципальном образовании. И все законодательство должно способствовать исполнительной власти всех уровней, должно способствовать решению этих проблем, созданию условий для решения этих проблем. Поэтому вопрос в мир бюджетных отношениях, федеральный уровень, региональный, муниципальный, очень важный. Вопрос половинского контроля, федерального, регионального, муниципального контроля. При этом надо учитывать обстоятельства, что есть государственное системы управления, а есть муниципальное системы управления. И в рамках реформы экзотационного устройства мы муниципальному управлению придали особой статус, особую значимость. Это в рамках общей реформы государственного управления, что сегодня закреплено конституцией, законами нашими федеральными. Это опыт в большей степени западных стран, чтобы поднять на другой уровень местное самоуправление, муниципальный уровень, дать больше возможностей и условий для местного самоуправления. И в рамках такого симбиоза государственного управления и муниципального управления достичь максимальных результатов интереса родителей каждой конкретной территории. Задача депутата, соответственно, на этих встречах получить обратную связь, какие проблемы, какие вопросы, как работает закон, какие проблемы не решает и что надо поправить. Это проблемной с частным характером и системным характером. Это тоже одна из задач депутата всех уровней. Кроме этого, в рамках таких поездок, как правило, я провожу прямо по личным вопросам. Все депутаты это делают, потому что есть проблемы конкретных людей. И там, где государственная система управления, муниципальное управление не может помочь человеку, попавшую в сложную ситуацию, там какую-то проблему не может решить, то есть система создана и решает проблему, такие, конечно, вопросы. Во-первых, требуют поддержки, особенно там, где есть просто банальное нарушение законодательства, бывает бюрократизм, чтобы преодолеть этот бюрократизм и помочь как этому человеку решению проблемы. Либо, по крайней мере, помочь человеку разобраться, что все в рамках закона, в то же время, может быть, в частном порядке, можно как-то помочь. И институты социальной поддержки населения должны давать такую возможность. И опять же, через вот эти личные проблемы отдельно взятых семей, отдельно взятых человеков, тоже есть понимание, какие проблемы наши государства не решены, где государственная система не работает, не дорабатывает, и на чем она должна работать. Это тоже одна из работ и задач депутата. Поэтому прием по личным вопросам, это не просто так, это изучение проблематики. Потом вся эта работа систематизируется, ну и плюс работа, большая работа с обращениями граждан, организаций, когда приходят обращения, их десятки бывают, и на комитет, и мне, как депутату, где мы в рамках этих обращений. Как правило, первое, не оставляем без ответа ни одно обращение. Второе, я всегда говорю, даже отрицательный ответ, это тоже ответ. И этот человек понимает, где он находится, и какие возможности решения его проблемы лично. Вот, в принципе, из этого складывается работа депутата. Ну, что касается Государственной Думы, там есть еще такая профессиональная работа, потому что у нас два шесть комитетов, комитеты профильные, я работаю в комитете по энергетике. Вот уже в этом созыве тоже возглавил комитет по энергетике, в том созыве был замком, в том созыве был замком комитета, курил его нефтегазового, то есть потом последний год возглавил комитет. Это уже более профессиональная работа, то есть сегодня наш комитет, я, капитальный комитет, отвечаю за вопросы законодательного обеспечения развития топливного телекомплекса страны, включая вопросы на разбережение, системы учета поставляемых энергоресурсов, которые относятся к решению проблемы энергоресурсов, прежде всего. Поэтому тоже труд вопросов, это, соответственно, развитие электроэнергетики, развитие нефтегазового отрасли, угольной, вопросы на разбережение, развитие ядерной энергетики, в том числе это предмет нашей ведения. Этим вопросом мы занимаемся уже более профессионально, как в этом помогает мой инженерный, знание, опыт, знание управления, ну и работа в ТЭКе, газового отрасли как таковой. Если говорить о комитете по энергетике, по-своему он профильный и для нашего округа, правильно? Какие решения, принятые комитетом и потом принятые на уровне Государственной Думы, позволят в ближайшее время развивать топливно-энергетический комплекс нашего региона? В целом, если подводить итоги года, а мы их подвели уже, в нашем комитете было рассмотрено в прошлом году 55 законопроектов, из них 35 законопроектов в качестве комитетства исполнителя, как правило, назначается профильный комитет ведущий и остальные комитеты комитетства исполнителя. То есть, если мы видим, какой-то закон идет, допустим, назначается ведущим по этому законопроекту комитет по бюджету или комитет по развитию экономики, но в то же время, если мы видим, что там есть вопросы энергетики, Мы берем соисполнительство и при формировании заключения профильного комитета всегда учится мнение комитета соисполнителя, поддержку этого законопроекта и замечания, предложения для доработки. Потом, соответственно, основание этих замечаний, которые заключение готовится к первому чтению, эти замечания в виде поправок вносится к второму чтению. Потом рассматривается же профильным комитетом с участием инициатора этих поправок. В непосредственном комитете было рассмотрено два законопроекта, из них принято 13, всем отклонено. Более 50% это вопрос касается электроэнергетики, а все остальные, это уже вопросы больше, где-то вопросы на разбережение, на детей газов, или уголь на меньшей степени, или какие-то другие вопросы. Что касается непосредственно, я бы отметил, наверное, два таких системных законопроекта. Это прежде всего законопроект, который был принят, рассмотрен, он был принят, по сути, в конце 2017 года, но вступил в силу. В 1 января этого года так называемый закон по НДД. Это новая система нового обложения нефтегаза отрасли, нефтенота с нефтедобычи, налог на добавленный доход. Как вы знаете, у нас действует с фискальностью нового обложения, начиная с 2001 года, плата налога НДПИС, тонны добытой нефти. Ну, плюс налоги на прибыль, все остальные нового обложения в рамках общего нового обложения бизнеса в нашей стране. Понятно, что трудозапасы ухудшаются, в том числе на шумку, и добыча падает из года в год. В 2012 году был принят очень важный закон по 300, трудозапасам нефти. Где в рамках этого закона фискальность нового обложения претерпела серьезные инновации, видоизменения. Понимая, что нет, как, слава богу, нет ни одной одинаковой женщины в мире, и все мы разные, как и мужчины, так и мисорождения. Они все разные, есть больше, есть меньше, есть глубже, есть не так глубоко, в разных территориях страны, доступные, недоступные. Разные, например, из пласта, разная толщина пласта и так далее, и так далее. То есть, по сути, все месторождения уникальны. И идеальная система, когда система нового обложения учитывает эту уникальность в каждом месторождении. То есть, тогда становятся более-менее равные базовые условия нового обложения. Таким образом, создается условие инновационно-привлекательное заработки каждого месторождения, небольшого и маленького. Просто фискальная система предполагает, чем больше месторождений, чем объемнее, тем меньше удельные затраты, капитальные вложения, тем лучше. А мы должны создать систему, которой комфортно бизнесу разрабатывать как большие, так и малые месторождения. Как традиционные запасы нефти, так и трудозвлекательные запасы нефти, включая бажен и так далее. Система дифференциации нового обложения способствовала, по определенным критериям, основным критериям, которые характеризуют месторождение, глубина зарезаемая, проникаемая, толщина пласта, вообще прям добыча нефти, потенциально извлекаемая и прочие вещи, определять уникальную систему нового обложения, то есть ставки на ДПИ. Но в то же время даже эта система не позволяет разрабатывать тот же бажен. Даже нулевая ставка на ДПИ просто обнулили, она была в рамках закона подреза обнулена. Все равно делает разработка их месторождений нерентабельна. Почему? Потому что себестоимость добычи сегодня на баженовской свете в 2,2 раза выше, чем предстотное месторождение дальше, с учетом их истощения. И нулевая ставка все равно делает добычу нефти убыточной. Поэтому была применена новая система нового обложения, но вот добавлен доход. Это, как я бы сказал, своеобразный закон СРП, но только в традиционном недоропользовании. То есть когда мы создаем привлекательность за счет того, что при разработке месторождений сначала отбиваются затраты, а потом уже платятся налоги. То есть инвестор гарантируется, что затраты, которые он вложил, будут обязательно верны, возвращены. Но при этом, конечно, определяются границы, чтобы не было соблазна никогда не платить налоги, а все, класть затраты. Поэтому есть норма отсечения для того, чтобы САС в этом деле не проиграла, свое взяло, что говорится. В то же время это дает более такой режим, институтно привлекательный. И вот 1 января этого года для разных групп месторождений наши месторождения уже в контакт со зрелыми истощенными запасами подают эти месторождения в качестве эксперимента попробовать этот налоговый режим. Я считаю, это очень важнейший такой проект, который вступил в силу, будет работать. Мы говорили с Минфином о стадии принятия, когда будет практика применения после первого года. И сейчас общий объем добычи ограничен 50 миллионов тонн нефти в год. Он будет расширен, может быть, до 150, чтобы сделать этот эксперимент более репрезентативным, потому что для нашего округа это очень важно. Вы знаете, что сегодня нам удалось поддержать в округе объем добычи нефти на Луне позапрошлого года, сегодня позапрошлого года, только за счет увеличения объема эксплуатационного бурения и ввода ряда новых месторождений. А так у нас с тем, что падение добычи 1,5-2% каждый год. А по сути, добыча нефти определяет доходную базу нашего округа, и поэтому это очень важно поддержать объем добычи нефти. Это вот важный закон, который начал свое применение. Второй закон, который был принят в прошлом году, буквально в декабре месяце, который разрабатывал в течение полутора лет в нашем комитете вместе с министерством энергетики, то, что я обещал избирателям в преддверии избирательной компании в ответственности за установку приборов учета. Сегодня у нас в рамках 1-го ФЗ вся ответственность за установку всех видов приборов учета, всех видов многоресурсов, лежит на потребителе. Будет это услуги ЖКХ, будет указ электроэнергии, обязанность установить счетчик, это обязан потребитель. Это современность в советской власти, традиционно так делалось, имея в виду, что потребитель это нужней. Но вот принятие этого закона мы должны в этом году были все виды энергоэнергетиков уже учитывать. Этого не случилось. Отношелось приборами учета везде, в разных видах энергоэнергетиков разное. Лучше всего ультроэнергетики где-то 98% по газу, процентов 70-80, может быть. А по услугам ЖКХ там не более 55-60%. Это касается и данных счетчиков учета, и вообще домовых. То есть задача не решена, и никак решена не будет. Мало того, установка счетчиков просто как таковых не решает проблему, потому что где-то счетчики стоят. В каждом доме надо поставить до последнего счетчика, туда учет по счетчикам, и счетчик последний стоит по нормативу. А там где симбиоз норматива и счетчика, счетчик не выгоден, норматива не выгоден. И там начинается чехарда, плюс еще ДНК подмешивается. То есть проблема нерешаемая, на мой взгляд, никогда не будет решена. Не будет решена проблема учета, достоверно полную, своевременную. Иначе не будет ни платежной дисциплины, не будет просто элементарной справедливости, где каждый платит за себя, и будет вынужден платить за того парня. Который не платит, никогда не платит, не будет. Ну то есть вся система запутывается все больше и больше. Поэтому задача переноса ответственности, это крайне важная задача. Чтобы сетевая компания, поставщик занимался установкой счетчиков. Но когда мы стали анализировать, было глубоко тему. Мы пришли к выводу, что просто перенос ответственности тоже проблему не решает. Потому что мы перенесли ответственность. Те, кто поставил счетчик за свой счет, будут считать себя обманутыми. А счетчики придется ставить с увеличением тарифа. Опять за это все заплатят. Но мало того, даже установка счетчиков, допуска, установки, доску, поставки проверки потребителя, потребитель может просто не запустить квартиру, не дать возможностей. То есть опять же ситуация не решается. Я вот сравниваю эту ситуацию. Это все равно, чтобы поменять правила дорожного движения. Вот сейчас правостороннее, да? Давайте мы сделаем левостороннее. Вот аварии будет немерено, да? Проблем. Пройдет время, мы примем, что безопасность от этого не повысилась. Вот приблизительно то же самое. Поэтому мы пришли к разначному выводу, что да, систему ответственности надо менять, но у нас два технического системы учета. Счетчики с удаленным доступом, только они позволят достичь той цели, ради чего все это затевается. Достоверный, полный, современный учет в режиме онлайн. От этого выживает потребитель, потому что начинает экономить, платит за то, что потребляет. Мало кто еще может экономить, понимая, сколько он потребляет, имея информацию, профиль своего потребления, там, суточный, месячный, в личном кабинете, на собственном компьютере, платить в режиме онлайн тоже может. И когда перенос ответственности по установке счетчиков и по созданию системы детального учета даст возможность навести должный порядок, систему поставки всех видов аналитических ресурсов, наладить платежную дисциплину, восстановить принцип социальной справедливости, каждый платит за себя, и повысить эффективность, снижить потери, будь то электроэнергия, будь то тепло, вода, и таким образом повысить эффективность в системы энергообеспечения. И что, в принципе, скажется потом на тарифах, пользуясь снижением, рестабилизацией. Но первый закон, который был принят в этом управлении, это политэнергия. Закон уже принят, он вступает в силу с 1 июля следующего года. Нужна большая подготовка, и уже ответственность будет принесена, и мы в течение ближайших 3-5 лет в электроэнергетике создаем систему диктального учета. Это, по сути, будет прорыв. Как мы получим информацию, потому что счетчик сегодня не просто счетчик, счетчик сегодня элемент управления при цифровизации всей сети, когда мы видим весь баланс спроса потребления, потери, где они возникают по всей системе, и резкое повышение надежности. Вот, допустим, я сделаю на томасистику, цифровизация сетевого комплекса, в принципе, установка счетчиков, повысить надежность работы системы энергообеспечения минимум на 7,8%, снизить стоимость затрат по владению сетью 25% не менее. Вот такой эффект может быть по сравнению. Поэтому вопрос тарифов на электроэнергию, балансировки тарифов для населения промышленности можно, в принципе, решить в рамках повышения эффективности работы электроэнергетики в целом, сетевого комплекса в частности, с учетом цифровизации, установки счетчиков. То же самое есть в поручении по газовым счетчикам. До 1 марта есть в поручении вице-премьера Козыга Дмитриевича, по моему предложению. Такой же работает, такой закон под готовит, учащит по счету поставок газа. И в перспективе будут разговаривать с Мутко и с Якушевым, чтобы и такую систему создавать в системе ЖКХ, поставки и оказание услуг коммунального характера, будь то тепло, вода. Тем более, что все счетчики, в том числе так называемые удаленые доступы, уже есть, разрабатываются и затавливаются в России по всем видам поставляемых анализов. Даже вот система обеспечения безопасности газа в быту. Если ставить счетчик газовый, а все счетчики удаленые доступы имеют блокировку и подачу газа, и если ставить в каждом хотя бы подъезде, а лучше в квартире, датчики загазованности, то при малейшем появлении газа, значит, просто блокировка подачи газа, либо на дом, либо в подъезд, и таким образом решается проблему безопасности газа в быту. Это тоже один из вопросов технического, применения технических средств в обеспечении безопасности газа в быту. Это актуальнейшая тема. День добрый, Павел Николаевич. Рис Югра, Алексей Ченков. Я хотел бы уточнить про счетчики, то, что Вы говорили. Во-первых, если мы будем переходить на эту систему, на эту установку этих счетчиков, не повысится ли за счет этого тарифы для населения? Это первый момент. И второй, хотел бы уточнить дело в том, что законодатели предлагают выделить некий соцнорматив, предположим, там 100 киловатт, выше которых тарифы будут резко повышаться. То есть вот есть некая для населения планка дешевая, а потом все остальное дорогое. Как Вы к этому относитесь, к этой инициативе? И как считаете, сколько должно быть на самом деле киловатт в сутки? Подешевываешь, скажем так, цене, а сколько уже повыше? Спасибо. Ну, что касается инициативских счетчиков, в многоквартирных домах счетчики из 120 систем будут гарантируют поставщики, и там это будет связано с ростом тарифа, почему и закон 1 июля 50-го года, чтобы в тарифное решение включить. То есть там будет рост бытовой надбавки для жениц-поставщиков, который позволял бы устанавливать эти счетчики и решать эту проблему. Хотя в целом мы договорились, что рост тарифа для населения и промышленности, связанной с цифровизацией и установкой интеграции счетчиков или энергетики, они будут расти, скажем так, на уровне инфляции и не выше. И это не должно сказать на экономике, потому что цифровизация сетевого комплекса и установка счетчиков позволит снизить затраты, затраты, так называемые коммерческие, технологические. Технологические, значит, повышение надежности и повышение эффективности работы сетевого комплекса, а коммерческие – это просто банальное воровство. Оно будет просто исключено. И дальше вопрос платежной дисциплины. По сути, те, кто не платит электроэнергию, газ получать просто не будут при установке этой системы и, соответственно, должны будут платить, потому что вы должны понимать, если кто-то не платит, значит, за него платит тот, кто платит. ТИС-тариф, поэтому здесь тоже большая экономия, поэтому по электроэнергетике мы не ожидаем. Роста тарифа, связанного с установкой системы электронного учета, раз, второе, по газу, в принципе, мы тоже не ожидаем, хотя возможен небольшой рост тарифа для промышленных потребителей за счет институционной отбавки. Ну, как это делается для реализации программы глистрикации, как это делается для других, для программы развития сети гороспределения. За счет институционной отбавки, там есть такой опыт. Но, опять же, в рамках роста тарифа на газ не выше инфляции. Что касается коммунальных услуг, здесь без роста тарифа не обойдешься. Будет рост тарифа, но вы должны понимать, что сегодня при установке счетчиков, в том случае, если потребитель счетчик не поставил, ответственность за установку счетчика ложится на поставщика, сетевую компанию, сетевая компания ставит этот счетчик, там общедомовой. И потом стоимость этого счетчика, включая проценты по кредиту, с тем, что потребитель рассчитался за 5 лет, включает тариф для конкретного дома, для конкретного потребителя. То есть потребитель сегодня это все платит, только счетчик за него ставит счетовая компания. Здесь будет ситуация такая, что счетовая компания ставит счетчик, и те же самые затраты, включая тариф, то есть тариф, по сути, связан с торговой системой, растение будет, что так тариф потребителю платит, что так тариф потребителю платит, затраты те же. В принципе, поэтому специального какого-то роста тарифов не будет. И все-таки уточните ваше мнение по соц. норме, потому что об этом говорят на серьезном уровне, про нигде там 100 кВт. Ну, а первое, надо понимать, в связи с чем вводилась или была попытка делиться социальной нормы. У нас есть проблема перекрестного субсидирования, когда они потребители платят за других. В данном случае, если при советской власти, на которую мы любим ссылаться, учитывая, что это позитивный опыт, но он был такой опыт, что население платило в среднем, имея в виду, что это розница, российское напряжение, это из-за раза выше, чем промышленность, чем промышленный потребитель. Сегодня в силу всех кризисов перманентных, платилоспособность населения была не высокая, и правительство всегда придерживало цены для населения, чтобы защитить социально. В итоге сложился перекос. Сегодня цены для промышленности в среднем выше, чем для населения. Население на 20% платит ниже стоимость электроэнергии. Этот перекос экономически цена для населения должна быть выше, чем для промышленности, потому что это низкое напряжение, удаленный потребитель, а промышленность – оптовый покупатель. Но минимум в 1,3 раза цена для населения должна быть выше, чем для промышленности. Чтобы диспоритет этот выправить, чтобы каждый платил за себя экономически обоснованную цену, надо одного мента поднять цену для населения в 1,7 раза. А это нереально. Во-первых, это вызовет инфляцию, во-вторых, социальное напряжение, и потом несправедливо по отношению к людям. Не все смогут платить. Плативная дисциплина еще больше упадет, и что толку? Поэтому мы заказывали работу, Высшая школа экономики сделала расчеты, для того, чтобы выправить паритет, надо работать по схеме, для населения повышать цену на электроэнергию, по схеме инфляция плюс, а для промышленности инфляция минус. Чтобы где-то за 13-15 лет выправить диспоритет. Тогда, например, безболезненно более-менее, для экономики, для людей и так далее. Поэтому такая программа принципов реализуется. Так вот, чтобы ускорить выравнивание диспоритета, и рассматривается схема, когда более интенсивно повышают тарифы для населения, но не для всех сделать социальный тариф до 200-300 кВт норму, а все, что свыше, более высокими темы понижать силы для населения. Чтобы ускорить решение проблемы на перекрестке. Потому что перекрестка сделает развитие экономики страны. У нас сегодня эта перекрестка где-то больше 200 миллиардов рублей. Вот 10 миллиардов перекрестка, значит, экономически получается, что 10 миллиардов снижение роста ВВП. Сколько само перекрестка, столько не развивается ВВП, нет развития страны. Поэтому перекрестка сдерживает развитие в целом экономики. Но самое страшное, оно сдерживает развитие электроэнергетики, то есть оно лишает электроэнергетику экономической силы развития, дает неправильный сигнал инвестиционного развития селевого комплекса. То есть, когда подавать электроэнергию населению невыгодно экономически и страдает надежность, качество в тех же населенных пунктах, люди делают вид, что платят, а электрики делают вид, что поставляют электроэнергию и так далее. То есть, если экономически невыгодно поставлять электроэнергию на население, И, соответственно, никто не будет заботиться ни о надежности, ни о качестве, ни об альтрафикации, ни о подключении. И все перекажется, экономика перекашивается, неправильный экономический стимул. У нас должно стимулироваться на потребление. У нас чем больше потребляешь, должен меньше платить, а у нас все наоборот. И поэтому надо эту модель управлять. Были такие предложения, они были предложены еще в 2013 году. Семьи субъектов Федерации пытались их внедрять. Опыт был негативный, только двух субъектов Федерации, как я сейчас на палате результаты читал, это Орловская область и Ростовская, более-менее какой-то эффект получили. Но население бедное, богатое, все было против, от этого отошли и отдали налогу по региону. Сегодня, допустим, Французский округ, губернатор, если захочет, может с завтрашнего дня ввести в социальное употребление, какое скажет, там, 10 кВт, 300 кВт, это право региона. Но практически ни один регион этим не воспользуется, кроме Крыма. Но кроме ситуации особой, там цены на эту энергию в целом ниже, чем по стране. И там надо повышать цены более оскоренными темпами. И чтобы этот момент защитить, там ввели социальную норму потребления, и там опыт оказался более-менее успешным. Поэтому еще раз посмотрели масштабы всей страны. Такое поручение дало Министерство экономического развития, было дано в октябре прошлого года. И на совещании на той неделе у Козака, Дмитрия Николаевича, курильщего вице-премьера, этот вопрос был рассмотрен. И учитывая, что есть негативный опыт, что эта норма практически не решает проблему перекрестка в целом, а негатива создает много очень и искажает экономический индикатор развития в просто предложении этой энергии, в просто образовании этой энергетики, было принято решение отказаться от этого эксперимента, от этого социального потребления. Чему я очень рад, потому что я выступал против этого всегда. И сейчас, то есть во мнении, что этого не надо делать, не надо делить весь народ России на бедных и богатых по принципу объема потребляемой электроэнергии. Потому что кто-то живет в квартире, кто-то живет в жилом доме, уровень потребления разный, у кого-то электрическая плита, у кого-то газовая. А на электрической плите в 7 раз дороже, чем на электрической приготовлять пищу. Мы, наоборот, должны стимулировать энергопотребление, правда, должен сказать, эффективное энергопотребление. Не просто на пропалу и сжечь электроэнергию, а эффективное употреблять. Где можно и нас берегать, надо и нас берегать. Но объем потребления энергии, в целом, участность электроэнергетики на одного жителя является, по сути, показательным драйвером его благополучия, благополучия его. Я как-то считал, какая страна, сколько потребляет энергии. Для понимания, одна самая развитая страна по развитию экономического и благополучия человека – это Америка. Там в среднем на одного жителя потребляется порядка 11 тонн нефти. Следующая – Европа, 8 тонн. Мы потребляем меньше 5 тонн одного жителя страны. При этом энергоэффективность потребления у нас в 2 раза ниже, чем в той же Америке. Даже больше, чем в 2 раза, где-то в 2,5 раза. А в целом в мире потребляется меньше 3 тонн на одного жителя мира. Поэтому, по сути, уровень потребления энергии является показателем благополучия страны, ее экономики и каждого жителя этой страны. Это мы должны стимулировать энергоэффективное потребление, понимая, что за этим качество жизни. Газет новости игры. Найман Алексей. Павел Николаевич, вопрос тоже о роли энергетики в экономике, а точнее о снижении. Как, по вашему мнению, протекает в округе и стране процессы диверсификации? Просто в последние годы об этом стали как-то поменьше говорить, как будто бы процесс забуксовал и решили, что надо целесообразнее развивать энергетику, так, все, что-нибудь с ним связано. Остальное лучше в других местах. Но это ощущение. А как на самом деле? Это, наверное, один из самых сложных вопросов. Вопрос диверсификации или, как экономисты говорят, больше структурной перестройки экономики. В пользу добычи нефти, газа, переработка дают уникальную возможность, источник финансирования вот этой, так называемой, структурной перестройки экономики. И эти возможности надо использовать, имея в виду, что эти возможности, там, не пройдет, там, 10, 15, 20 лет, они кончатся. Почему? Потому что, как говорят, каменный век закончился не потому, что камни закончились, а просто в них не стало необходимости. Так и на фоне развития новых технологий, те же возлюбляющие источников энергии, не будет просто спроса на нефть, на газ. На фоне развития ядерных технологий не будет спроса на нефть и газ. То есть мир найдет другой, более экологически чистый источник обеспечения себе энергией. И сколько нам осталось в этом, так называемом, углеводородном характере нашей энергетики жить, ну, это не столетие. Это уже десятилетие. За пределами 40-50 года будет снижение спроса на углеводороды. При этом до 40-го года, это буквально 20 лет, еще углеводородный характер энергетики сохранится мировой. Сегодня нефть и газ занимает мировой энергобалансы, это 54%. В 40-м году там будет 52% с динамикой снижения, ну, кривая будет круто падающая. В 50-м году должен заработать первый промышленный термоядерный реактор. Себестоимость производства электроэнергии новее сегодня, это солнечная генерация, там, метровая, сегодня уже сопоставима в развитых странах. Себестоимостью выработки электроэнергии на традиционных источках энергии. Поэтому такая балансировка пошла. И, конечно, нам надо перестроить нашу экономику в пользу более высокотехнологических отраслей, более высокого передела, а не жить только за счет торговли и экспорта энергоресурсов. Ушайте на эффективность собственной экономики, она у нас далека от совершенства. Мы от Китая стоим 1,8 раза, от Радзи стоим 2,5 раза по эффективности используем, будь то газ там, или там другие виды электричественного энергоресурса. Поэтому это главная задача, одна из главных задач, которую должно решить правительство. Планы такие есть, вот, но не все получается, к сожалению, не все получается. Вот, практически, если вы посмотрите планы правительства, любой вопрос не возьми. Там вопрос поддержки экспортоориентированной продукции, вопрос поддержки сельского хозяйства, вопрос поддержки развития ядерной энергетики, вопрос поддержки космической промышленности, вопрос поддержки развития сельхозмашиностроения. Это как раз все вопросы диверсификации и реструктура перестройки экономики. Как раз все. И вот там меры поддержки всевозможные, и прямые, и косвенные поддержки, и чисто прямых инвестиций, и субсидированный ставок. У нас главная задача, которую мы решили, к сожалению, за счет не роста производства, а за счет экономического развития, это снижение инфляции. Есть два способа борьбы с инфляцией. Первый способ – это рост производства. Мы не смогли его достичь. Допустим, если взять майский указ 2012 года, там в этих майских указах читает каждый свое. Президент неоднократно говорил о главной цели. Рост производства не менее чем 5% каждый год. Мы за это время приросли 1,5% каждый год, не более. Почему? Ну, можно сказать, кризисы виноваты. Кризис, понятно, отсутствие инвестиций, потому что рост производитель может достичь только за счет инвестиций. Причем не просто инвестиций ради инвестиций, а инвестиции модернизации производства, повышение эффективности производства. А это нужны техники, технологии. Причем у нас их не хватает, надо брать на Западе. Запад нам сегодня в этом отказывает. И поэтому сложно нам достичь этой цели. Да и просто инвестиции. Вот, помните, целеполагание было 25% ВВП. Фактически было 19-20% не выше, сейчас 22. Вот, на всякий случай, вот, в прошлом году мы где-то в нашем округе, у нас инвестиции в реальный валом продукте, 28% мы достигли. То есть, это главный показатель. Вот, инвестиции в ВВП должно быть не меньше 25%. Рост производства имеет меньше 5%. Туда можно экономическими методами задавить инфляцию. Туда появятся длинные деньги. Длинные деньги – это новые инвестиции. То есть, при поддержке государства, удовольствующие проекты, местоноемкие, большие высокие окупаемости. Вот, эту модель надо создать идеально. У нас не получается, инвестиции в 60% в этих условиях. Ставка их финансирована там 7-8%, коммерческая кредита 12-15%. Таким кредитом невозможно, это можно купить-продать, там, развивать операции, но невозможно строить инвестиционно-ъемкие объекты. Поэтому сейчас предлагаются меры господдержки инвестиционно-ъемких проектов и специальные инвестиционные контракты. Или, допустим, сейчас, вот, кто сказал, будут вноситься изменения в законопромышленной политике, где там будут субсидии, либо процентные ставки субсидироваться, либо прямые субсидии на НЕОКР. Субсидии процентные ставки по НЕОКРу, по разработке новых технологий, на прорывные проекты, будь то производство СПГ, там, еще что-то. Это как раз вот все меры направлены на структурную перестройку экономики, работа на будущее. Пока есть возможность дохода с нефтегазового комплекса. Поэтому все на это направлено. Но, легко сказать, сложнее достичь. Но вся работа правительства направлена сильно на это. Понимая, что за этим будущее, мы должны эти проблемы решить, пока еще камни кому-то нужны. Радио Югра, Дарья Рафиева, здравствуйте. Павел Николаевич, у меня вот вопрос по поводу этих законопроектов, о которых Вы сказали, два штуки. Они разработаны конкретно вот югорскими парламентариями, правильно понимаю? Или прорабатываются? Нет. Вы знаете, не югорскими парламентариями, а с участием депутатов Госдумы. И так как мы югорские парламентарии заинтересованы, а у нас не так много парламентариев, это я, плюс мой коллега Сидорова Александр Леонидович в комитете по местному самоправлению Татьяна Сепарнова-Гоголева, Владимир Владимирович, этот самый ЛДПР, Сосоев. И плюс я отношу к нашим парламентариям Симоновского. Он тоже считается, я считаю, хоть я сейчас Собар, последний раз отбирался, он всегда поддерживал наш округ. Поэтому мы более активно, чем кто-либо, и заинтересованы, участвовали в разработке, особенно по НДД законопроекта. Что касается системы учета, антитарного учета, это в основном работал наш комитет, комитет по энергии, который я возглавляю заинтересованность. В любом законопроекте, который принимается, есть заинтересанты, или люди, которые более глубоко понимают эти проблемы и знают эту проблему, участвуют в разработке и сопровождении принятия законопроекта. И не важно, кто инициатор. Часто бывает так, что несколько законов носятся на одну и ту же тему одновременно, а потом убирают кто-то один, дорабатываются с учетами всех. То есть не обязательно быть автором законопроектной инициативы, написать закон. Тем более, что такие законы, там страниц по 50, по 60, ну нет одного такого человека умного, чтобы взял и написал закон. Это, как правило, очень коллективный труд. Пишут целые институты. По трону к задаче есть целые институты, которые специализуются на федеральном законодательстве, которые пишут законы, профессионально пишут законы, может быть, с использованием диктуального разума уже на компьютер, и все остальное, потому что это не так, что взял и написал. Можно поправку в закон нанести, где-то и срочки написать, но написать закон на 60 страниц, будет и платежная дисциплина, или там с тем, что скажем, что-то это... А вот дорабатывать его, там уже участвуют все, где-то много таких атак, рабочие группы создаются, секции, первые танки и все остальное. По поводу первого, вот, законопроекция, закона про новую систему налогоблажения, это касается именно вещей, которые касаются, там, труднодоступной нефти, да, или это вся нефтедобыча? Речь идет в целом, это касается и новых месторождений, тоже восточной Сибири, малых месторождений, средних месторождений, и в том числе истощенных месторождений, вот, всего четыре группы месторождений, на разной стадии разработки месторождения, новые и старые, что касается нас, непосредственно, Западной Сибири, это так называемая третья группа месторождений, месторождение, которое может нести истощенное месторождение, там еще и группы месторождений, новые месторождения, но малые, они тоже стимулируют их разработку, потому что малые месторождения, как правило, большая инвестиция, Экономика не совсем не всегда хорошая. Поэтому, если внимательно почитаете, вы это увидите. Ну вот оценка такая. По той группе месторождений, которая касается Западной Сибири, предполагается после окончания эксперимента против профиля добычи. Если это не делать, это плюс 100 миллионов тонн добыты нефти, где-то 1 триллион инвестиций, 500 миллиардов инвестиций и дополнительных налогов где-то 1 триллион. Это внедрение этого закона нам даст? Да, только это, да. Только вот по этой группе месторождений, 500 миллиардов рублей инвестиций, 1 триллион за весь жизненный цикл работы месторождения и дополнительных налогов и плюс 100 миллионов тонн добытой нефти в текущем профиле добычи. И по поводу второго вопроса. Получается, что эти счетчики нового поколения, они будут подключены к какому-то интернет-ресурсу, я правильно понимаю? А устанавливать эти счетчики будут сервисные компании. За чей счет? Я же сказал, за счет тех, кто ставит счетчики. Сетевая компания, для всех, допустим, по электроэнергетике, для всех потребителей. В МКД это будет гарантир поставщик. Гарантирует, что это будет отличаться в бытовую надбавку. Но за эту энергию платит потребитель в целом, по тем ценам, которые устанавливает правительство. Так вот, та цена, которая будет устанавливать правительство, она будет расти не выше инфляции. То есть она будет себе поглощать все эти затраты, потому что в рамках закона разрешено всей компании оставлять себе ту экономию, которую она получит с развития цифровизации сети установки инвестиционных счетов в течение 10 лет. Тарифы не будут пересматриваться. Связаны с экономией затрат, связаны с темой учета. Поэтому за счет той экономии, которая будет складывать, за счет снижения потерь технологических, коммерческих, повышения платежной дисциплины, повышения эффективности управления, содержания сети, вот эта экономия будет являться, по сути, источником создания этой счетчиков в сети. А потребитель будет платить за альтенергию по схеме не выше инфляции, но население будет платить по схеме инфляции плюс, а промышленность по схеме инфляции минус, но там решение задачи снижения перекрестного субсидирования между промышленностью и населением, а не установки счетчиков. И получается, что страну ждет какая-то вот такая массовая переустановка счетчиков? Нет, не ждет. Те счетчики, которые сейчас стоят у потребителей, они будут стоять дальше. И когда потребуется установка новой счетчика, связанная либо с снижением срока службы старого счетчика, либо с снижением срока поверхности старого счетчика, в этот момент уже менять этот счетчик на новый будет сетевая компания-поставщик, а не потребитель. А до тех пор, пока приборы эти работают, они останутся и по ним будут снявать показания. Но когда окончится срок службы этого прибора, уже новый прибор будет интеллектуальный и ставит его будет поставщик сетевая компания. То есть старая система учета будет существовать, новая будет внедряться. На реализацию всей программы отводится 10 лет. Почему 10 лет? Потому что максимальный срок службы каждого счетчика 10 лет. То есть если кто-то сегодня поставил счетчик, у него срок службы 10 лет, то он будет заменен через 10 лет на новый счетчик. А до этого будет вот... Я так думаю, мы все-таки и те счетчики, даже по которым не стек срок полезного использования, мы начнем менять раньше. Потому что я думаю, мы получим такой эффект от внедрения этой системы и заинтересованность сетевых компаний в установке этих счетчиков, что мы инициативно начнем менять их раньше срок окончания службы или срок окончания поверки. Я так думаю, потому что эффект может быть очень хорошим. Павел Николаевич, тут вопрос, еще к нам поступил от Интерфакса. Вот, про защиту я вам его зачитаю. Законом об энергии сближения был установлен срок 1 января этого года обязательной установки поставщиками счетчиков газа у потребителей. Газпром, в частности, просил нести поправки и перенести крайний срок на два года. Но эти поправки не были приняты. А значит ли это, что теперь Ростехнадзор автоматически будет штрафовать Газпром за неисполнение данной нормы? К сожалению, да. У Ростехнадзора и прокуратуры у страны появляется право штрафовать Газпром за неисполнение этой нормы. Поэтому, я как сказал, вот опять же, вот эта система. До 2012 года все потребители должны были поставить счетчики. Если это не произошло, ответственность за установку счета переходит на поставщика, поставщик ставит счетчик и потом включает стоимость этого счетчика, включая стоимость установки счетчика на 5 лет в рассрочку. 50% по ставке рефинансирования Центробанка для того, чтобы потребитель счетчика оплатил. То есть, оплачивает потребитель счетчик, либо сам покупает, либо оплачивает компанию, которая счетчик поставила. И когда наступил срок, уже ответственность пришла на сетевую компанию подсечка, в данном случае не на Газпром, а на ГРОшке, так называемой, кто является подсечком газопитерной организации. Они стали реализовывать эти требования. В тот момент всего устанавливаются счетчики по газу, 17 миллионов счетчиков в целом. В тот момент было не установлено 1,2 миллиона счетчиков. Они стали их устанавливать. Вот я сейчас не знаю точные цифры. Они где-то поставили 2 трети счетчиков, где-то 800 тысяч счетчиков поставили. А где-то порядка 300 или 400 тысяч, сейчас цифра уточняется, счетчиков поставить не смогли. Почему? Потому что потребитель их не допустил к установке счетчиков, не дал такую возможность. Просто не пустил в свой дом и так далее. И если ты счетчик не поставил, ответственность твоя, Ростехнадзор, и можно за это штрафовать Газпром административный штаб, причем немаленький, десятки тысяч рублей. Поэтому я по противе Газпрома, и не только я в отложении, мы внесли поправки в административный кодекс, сейчас они рассматриваются правительством, чтобы освободить, во-первых, Газпром от ответственности устанавливать счетчики, в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик. За это, по крайней мере, не штрафовать. Второе, чтобы штрафовать потребителя, который не допустил поставить счетчик, чтобы у него была административная ответственность за это. В принципе, потребители сейчас штрафуются. За это как? Потому что если счетчик не стоит, есть понятие неучтенного потребления. Оно больше, чем если по счетчику. Но все эти процессы определения, оформления неучтенного потребления, сколько потребил в общей системе Газпределения, крайне сложные, затяжные. Как правило, через суды эффекта не имеет. Лучше поставить счетчик, по нему учитывать, это понятно, честно и так далее. Поэтому проблема такая и есть. Продлевать еще на два года, мы уже дважды продлевали Газпрому срок установки счета и реализации этого требования, да, надо. Но при этом, как я сказал, здесь поручение курирующего вице-премьера до 1 марта дать предложение по разработке законопроекта и созданию системы интеллектуального учета поставки газа, по аналогии, как электроэнергетики мы сделали, в том числе по газу. Чтобы уже ответственность была однозначно сетевой компании-платовщика, чтобы они это делали не потому, что на них пришла ответственность, а в целом, но создавали систему интеллектуального учета, в том числе по газовым счетчикам, чтобы рано или поздно решить проблему в том числе неплатежей, в том числе по Кавказу. Пока мы это не сделаем, проблема будет не решена. Поэтому я глубоко уверен, потому что знаю хорошо, если нет проблемы.